Христианской кончины живота нашего безболезненные, непостыдные, мирные и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Этими словами Святая Церковь обращает взоры молящихся к тому, который придет судить живых и мертвых. И сегодня мы слышим евангельское благовестие из уст самого Христа, который говорит, когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все ангелы Его с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Эти удивительные слова говорят нам о том, что суд Божий неизбежен. Верит человек в Него или нет, но настанет время, когда снова явится в этот мир Христос, Но он уже не придет к роким младенцам, как родился он в Вифлееме. Был гоним, распят, поруган, но победил смерть, воскрес и вознесся на небеса, и сидит одесную Бога, и паки грядет, снова придет, и все христиане веруют. В паки грядущего Господа нашего Иисуса Христа судите со славою живых и мертвых, Его же Царствию не будет конца. Дорогие братья и сестры, Второе пришествие будет страшным, оно будет сопровождаться огромным количеством знамений. Прежде всего, как молния восходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет Второе пришествие Сына Человеческого, сказано в Священном Евангелии. Солнце и Луна померкнут. Если мы посмотрим на свечу в лучах солнца, ее свет меркнет. Вот так померкнут светила небесные. Звезды, казалось бы, наполняют весь небосвод, но в сиянии славы Божьей все померкнет. Будет свет Божества. Верит кто или не верит. Хотя тогда уже верить будет поздно. Тогда уже придет судья во славе Отца Своего, со ангелами Своими, в трубе, в великом пришествии Своего. И вот, когда он придет во второй раз, это уже будет не тот кроткий агнец, а судья всех живых и мертвых. И судить он будет по вот этой книге, которая называется Библия, по Священному Писанию. О чем говорит нам книга Откровения Апокалипсис. Если мы откроем с вами 20 главу, то в 12 стихе мы прочитаем, что видел Иоанн Богослов на Патмосе, когда ему были открыты судьбы будущего мира, будущего века. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрытые были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами Своими. Вот Откровение Бога, которое Господь дает разумным людям, знающим, что они не просто рождаются в этот мир, а приходят в Него не навсегда. А когда закончится земная жизнь и возвратится прах в землю, чем он и был, а Дух возвратится к Богу, который дал Его, то при втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа откроются все человеческие дела. Все то, что совершил человек, будет открыто. Это красной нитью проходит по великой русской литературе, начиная от нестаролетописца, который в начале 11 столетия в своих замечательных трудах повести временных лет напишет о явлении Страшного Суда, когда послы, философы из Греции покажут князю Владимиру икону Страшного Суда, и он увидит, что по левую сторону уходят в муку вечную грешники, а по правую, ко Господу, идут праведники в вечную жизнь, скажет, хорошо тем, которые по правую, и горе тем, которые ошую по левую. Это станет переломным моментом в выборе князя Владимира из хазарской, католической и православной веры в сторону православия, о чем потом и запишет внестаролистописец. Мы с вами знаем, дорогие, что Николай Васильевич Гоголь в своем ревизоре заложил главную идею грядущего суда и главного судью. «Страшен, — говорил он в конце своего ревизора, — тот ревизор, который ожидает у дверей гроба». Эта немая сцена в завершении его произведения заставила людей плотских смеяться. Но Гоголь вкладывал в это произведение совсем другого ревизора, который спросит за все прожитые годы каждого человека о его жизни. Вот страшен тот ревизор, который ожидает у дверей гроба. А ведь после смерти каждого человека стоит Христос. И каждому из нас предстоит дать отчет о прожитой жизни. Как ты жил, как ты веровал, как ты любил и ненавидел, как ты умел прощать и таить обиды. За все, вы слышите, за каждое слово, сказанное человеком, ответ на суде держать будет. Вот почему слово скверное, а тем более матерное, да никогда не сойдет из уст ваших, потому что за каждое слово, за каждую мысль, за каждый поступок мы понесем перед Господом ответ. Если мы с вами вспомним Бориса Годунова Пушкина, красной нитью проходит грядущее судилище. И не вспомним сегодня Федора Михайловича Достоевского с его преступлением и наказанием. Мы просто не можем. Преступление совершено, но ведь наказание было внутренним. Наказание – это мука души о совершенном грехе. И Достоевский вкладывает в своих героев именно это переживание, именно эту муку, этот суд, который уже действует в душе человека после грехопадения. И братья Карамазовы завершаются судом. Но для Достоевского только один суд праведен. Это страшный суд. Все остальные суды не имеют своей верховной власти. Только один будет праведный судья – Христос. Вот почему все творчество Достоевского ведет ко Христу, как к милосердному судьи, грозному воздоятелю, но и тому, который может прощать грешников, если грешник обратится к нему от всего сердца, от всей души. И переменит свою греховную жизнь и исправится. Это есть корень всех произведений Достоевского. Дойти до глубины греха, осознать свое падение. И если ты обретешь веру во Христа и в свое бессмертие, спасешься. Если нет – погибнешь. Как погибали и умирали герои Достоевского. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, Христос открывает нам, каким же будет этот суд. Христос тех, которых поставит по правую сторону, поблагодарит и скажет о том, что он голодал, они накормили его, жаждал, они напоили. Был в больнице – они проведали. Был в темнице – они посетили его. Когда мы это сделали, будут спрашивать праведники. Все, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали мне. Тогда скажет тем, которые ошуюю. Отойдите от меня, проклятые, в огонь, вечные, приготовленные дьяволу и слугам его. Ибо я алкал, и вы не накормили меня. Я жаждал, и у вас не нашлось даже стакана воды. Я был болен, но вы думали о себе. У вас не было времени посетить и проведать меня. Я был в темнице, и вы не считали меня за человека, а считали за некоего отверженного, к которому, может, считали недостойным даже прикоснуться. И вот тогда, как мы слышим, завершается Слово Божие такими словами. Тогда они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или темницей не послужили Тебе, тогда скажет им ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную». Этими словами завершается сегодня Святое Евангелие. Кто из нас без греха? Скажите, нет праведного ни одного. Все согрешили. Больше того, апостол Павел открывает нам еще одну глубокую истину. Если говорим, что нет в нас греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас, потому что все согрешили, и нет праведного ни одного. Един Свят, един Господь Иисус Христос во славе Бога Отца. И потому мы, грешные, должны особенно в канун Великого Поста осознать свою греховную прожитую жизнь, возненавидеть ее, раскаяться и исправиться. К чему вел своих героев Федор Михайлович Достоевский. Мы сами должны внутренне мучиться от содеянных грехов, а не просто думать, это было когда-то. Я уже забыл, забыли все уже, да и людей нет, с которыми я грешил. Их уже рядом со мной нет. Но есть высший суд на перстнике разврата. Он ждет, он не подкупен звону злато. И мысли, и дела он знает наперед, напишет Лермонтов на смерть Пушкина. Вот этот вечный суд ожидает каждого человека. А потому, дорогие братья и сестры, покаемся. И будем усердно молиться, просить Господа о помиловании, о прощении каждого из нас. Будем просить себе о христианской кончине, то есть с покаянием, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшном судище Христове. Аминь.